Всем привет! В эфире Нивер Ньюс и я его ведущий Дмитрий Леонтьев. Сегодня в выпуске. КФУ улучшил позиции в рейтинге вузов КЮЭС. В КФУ начала работу 21-я международная молодежная научная школа. Они увидели не только Париж. Ученые КФУ сработали с коллегами из Франции. В рамках 44-го всемирного чемпионата WorldSkills 2017, стартовавшего в Абу-Даби, состоится передача флага чемпионата представителям Казани. Участие в мероприятии принимает ректор КФУ Ильшат Гафуров. 19 октября делегация Татарстана во главе с Рустамом Менихановым посетит закрытие WorldSkills в Абу-Даби, на котором президенту республики передадут флаг чемпионата WorldSkills. Участие в мероприятии принимает ректор КФУ Ильшат Гафуров. Передача флага пройдет в рамках 44-го чемпионата WorldSkills, который проходит в Объединенных Арабских Эмиратах. Национальная сборная борется в 51-й компетенции. Татарстан представляет 8 человек, которые участвуют в 7-ми компетенциях. В период с 4 по 9 декабря этого года в Казань прибудет делегация из Абу-Даби, которая поделится опытом организации соревнований. WorldSkills Казань 2019-45-й мировой чемпионат рабочей специальности по стандартам WorldSkills, который пройдет в столице Татарстана с 18 по 23 августа 2019 года. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 1 500 конкурсантов и 2 000 экспертов. По 50 рабочим специальностям более чем из 60 стран членов движения WorldSkills International. Для его проведения в Казани планируется построить международный выставочный центр «Казань» и «Экспо». Он будет включать соревновательную зону, павильоны, галерею, конгресс-холл, многофункциональные залы, ресторан. Диана Шилова, Универньюс. КФУ продолжает покорять рейтинги университетов. В обновленном рейтинге QS на 2018 год КФУ поднялся сразу на 6 пунктов. Подробнее ты узнаешь уже сейчас в сюжете Олега Кашина. 16 октября был опубликован обновленный рейтинг вузов от британской компании QS, развивающейся Европой и Центральной Азии 2017-2018. В этом рейтинге Казанский федеральный университет занял 46 место, поднявшись на 6 позиций. Научная репутация, репутация среди работодателей, доли иностранных студентов, число которых в КФУ более 5000. Эффективность интернет-ресурсов и другие критерии являются оценочными для рейтинга QS. Всего же критериев 9. Рейтинг QS является одной из трех крупнейших всемирных рейтинговых систем, позволяющих объективно оценивать работу вузов, что в свою очередь поможет абитуриентам определиться с выбором. Немаловажную роль в успехах Казанского федерального университета сыграло образование стратегических академических единиц. В настоящее время функционируют четыре приоритетные направления, а именно трансляционная СМП, медицина, астровызов, эко-нефть и учитель 21 века. Олег Ашин, Универньюз. Свою работу в КФУ начала 21-я Международная молодежная научная школа «Когерентная оптика и оптическая спектроскопия». Студенты-аспиранты, преподаватели Казанского университета и ведущих вузов страны обсуждают проблемы и развитие квантовой и нанооптики, оптической спектроскопии. Подробности далее. В конференц-зале научной библиотеки имени Лобачевского Казанского университета состоялось открытие 21-й Международной молодежной научной школы «Когерентная оптика и оптическая спектроскопия». Ее слушателями стали студенты и аспиранты, а среди спикеров, преподавателей Казанского университета и ведущих вузов страны, занимающихся исследованиями оптической спектроскопии, а также нанооптики. Сейчас очень такой мощный тренд – это нанооптика. Это исследование взаимодействия света, электромагнитного излучения с веществом на уровне отдельных фотонов и отдельных частиц, отдельных молекул, отдельных атомов. В самых разных областях науки, не только в физике, но и в химии, и даже в медицине, эти вопросы играют ключевую роль. И вот сейчас такой общий мировой тренд – это переход к нанооптике. Российским ученым предстоит рассмотреть также проблемы квантовой оптики, атомной и молекулярной спектроскопии и многое другое. Для многих слушателей принимать участие в этой школе стало уже доброй традицией. Мы начали сюда ездить уже 10 лет назад. Я еще в те времена был совсем молодым ученым. Нам настолько понравилась эта школа, что сейчас вот уже собственные мои ученики, студенты, аспиранты тоже сюда приезжают. В рамках школы пройдут лекции, секционные доклады. Спикеры и слушатели обвиняются своими знаниями и опытом, полученным за годы наблюдений. Анна Глазуновлина, Адавлитьяров, Универньюз. В этнографическом музее КФУ открылась выставка «Антропология перемен». Судьбы этнографов Казанского университета на рубеже веков. Чему посвящена выставка, узнаешь в следующем сюжете. В 2017 году отмечается столетие революции. Первый массовый выпуск этнографов Казанского университета был непосредственно связан с ней. Выставка должна показать обстановку того времени через судьбу ученого. Данная выставка – возможность для изучения научного наследия ученых-этнографов Казанского федерального университета. Наша выставка называется «Антропология перемен. Судьбы этнографов Казанского университета на рубеже эпох». И посвящена она как раз роли личности в этих событиях революции. А с другой стороны, роли событий революции в судьбе ученого. То есть, как это все взаимосвязано и как это все взаимодействовало. На выставке были представлены различные достижения и научные работы ученых-выпускников Казанского университета. Их статьи, книги, коллекции и многое другое. Это и заинтересовало нынешних студентов Высшей школы исторических наук и Всемирного культурного наследия КФУ, пришедших в музей. Несмотря на разницу во времени, и ученые, и гости выставки являлись и являются студентами одного университета. Артем Тупичкин, Владислав Михневский, Универньюз. В Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ готовятся к открытию новые образовательные и научные программы. Все это обещает стать для молодых ученых качественным толчком на старте научной карьеры. А также дает возможность сработаться с коллегами из Франции. Какие еще возможности дарит Казанскому университету тесное сотрудничество с Французским институтом нефти, выяснила Аделя Шамилова. Сотрудничество между Казанским университетом и Французским институтом нефти продолжается уже третий год. Следующим шагом в рамках соглашения станет запуск совместной аспирантуры. К такому решению стороны пришли в ходе последней встречи, посвященной обсуждению промежуточных итогов совместной работы. Деловая встреча состоялась во Франции. Мы уже с Французским институтом нефти сотрудничаем уже больше двух лет. В 2015 году было подписано соглашение. Мы как раз обсуждали, как мы будем дальше развиваться. Вот за эти два года уже удалось открыть совместные магистрские программы, открыть совместные, так сказать, обменные программы учеными. Мы хотели на следующий год, в 2018, обсудить новый этап сотрудничества и подвести итоги того, что сейчас уже есть. Французский институт нефти считается одним из мировых лидеров в области моделирования. Он разрабатывает собственные программные пакеты, а Казанский федеральный известен своей экспериментальной оснащенностью. Так что совместная аспирантура станет для молодых ученых качественным толчком на старте их научной карьеры. Тут у нас и по аспирантуре есть интересные задумки. То есть, если по магистратуре уже есть двойные программы, то мы хотим запустить совместную аспирантуру. Поскольку есть очень много точек соприкосновения в области исследований, и тут уже аспирантура, так сказать, более интересный момент для сотрудничества, поскольку аспиранты, они непосредственно участвуют в научных исследованиях. И есть интересы с нашей стороны и со стороны Французского института нефти, чтобы эта аспирантура стала совместной. Напомним, что начало сотрудничества между КФУ и Французским институтом нефти было положено два года назад и предполагало открытие целого ряда научно-исследовательских и образовательных проектов. Так, например, в сентябре прошлого года была запущена международная магистрская программа двойных дипломов по геологическому и гидродинамическому моделированию. А уже в ближайшее время планируется не только ее продолжение, но и расширение направления подготовки. Этим объясняются частые визиты зарубежных коллег в Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Например, совсем недавно ВУЗ посетил вице-президент IFP Training Луик Рускуи. IFP Training является структурным подразделением Французского института нефти и занимается обучением специалистов нефтегазовой отрасли. Его лидер прибыл в Казань специально, чтобы встретиться с директором Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ. В заключении хотелось бы отметить, что за годы сотрудничества нефтяники и геологи КФУ со своими французскими коллегами проделали достаточно большую работу. Появились совместные образовательные программы, проекты, опубликованы совместные статьи. И теперь у ученых КФУ появилась идея сформировать новые направления той же магистратуры. Но, конечно, эта работа не одного дня. И такой вопрос требует более детального обсуждения. Адель Шамилова, Владислав Михневский, Универ Ньюс. А на сегодня все. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok